Продолжение следует... Считается некий притягательный образ служителя, который сегодня притягателен и для современной церкви, и для современных христиан. И сегодня у нас очень-очень важное собрание. И я попрошу, чтобы внесли, я не скажу, что героя моей сегодняшней проповеди. Каждый раз, когда я делаю какие-то тематические проповеди, находятся люди, которые говорят, вот уже о Христе не проповедуем, о Распутине проповедуем уже. Поэтому герой нашего сегодняшнего собрания – Иисус Христос. Скажи ближнему, Иисус – герой нашего сегодняшнего. Скажешь, а почему не Христа икона? А потому что это вообще не икона. Но вы знаете, христианство уже на этой земле существует две тысячи лет. И иногда у верующих есть такое какое-то чувство, что вот до нас как будто ничего нормального и сильного не было. А вот мы появились, и вот, можно сказать, история церкви началась. Как будто все до этого было как бы некая подготовка, а мы вошли, и вот, добро пожаловать, наконец-то церковь Божья нормальная здесь есть. Но это неправда. До нас было много поколений людей, ищущих Бога, служащих Бога, и было также немало ошибок совершено в истории церкви. И когда мы высокомерно относимся к прошлому, думаем, там вообще нечего изучать и нечего об этом думать. Вот у нас есть Евангелие, есть Библия, все. А эти две тысячи лет их как бы не было. И вот когда верующие так поступают, то они одни и те же ошибки повторяют из века в век, из поколения в поколение. И некоторое время назад, ну я не скажу вам сильно, что вот Григорий Распутин, это была такая личность, которая меня, ну уж прямо, очень сильно интересовала в жизни. Вот. Я до сих пор помню, как вот для меня Распутин, он как-то больше связан с таким детским мультиком, который как-то совпал с выходом, когда у нас маленькие дочки появились. И вот там был мультик, назывался «Анастасия», и там был Распутин. Это просто был очень страшный человек. И когда я решил сделать эту проповедь, мои дочери говорят, папа говорит, зачем ты про такого ужасного будешь делать, такой страшный, который себе мог голову снимать, руки снимать. Прямо он как такой конструктор разборный все себе делал и постоянно появлялся очень страшным, очень страшным голосом говорил. Вот. Но в действительности, конечно, это не был бес, это не был дьявол, это был человек. И что интересно, человек этот был, человек этот был верующий. И я верю, что когда мы сегодня с вами посмотрим на жизнь этого человека, это во многом нам поможет разобраться в том, что происходит сегодня в современном христианском мире. Вначале я, конечно, скажу пару слов о жизни, о личности Григория Распутина. Григорий Распутин, его в принципе можно назвать нашим земляком. Он родился в соседней области, в Тюменской, в селе Покровском, которое находится в 80 километрах от Тюмени. Вот. Довольно-таки небольшая деревушка. И вот там родился Григорий Распутин в крестьянской семье. И вот об этом его сибирском периоде жизни очень противоречивые сведения. Сам он пишет в своих воспоминаниях, что он был очень таким набожным мальчиком и постоянно от всех прятался, уединялся и подолгу, подолгу молился. Однако, когда читаешь воспоминания его односельчан, то они пишут немножко по-другому. Они пишут, что с 15 лет он вообще стал сильно пить. Он стал очень сильно пить. И его вспоминают как такую натуру экзальтированную, взбаломошную, наглую, вороватую. Вот. Там много-много-много разных историй. В 18 лет Григорий Распутин женился на крестьянке из соседнего села. У них женой родилось семь детей, четверо умерло, и вот трое остались в живых. Две девочки, две дочки и сын остались в живых. Вот. И после своей женитьбы односельчане говорят, что он вообще стал сильно пить, воровал. Там ему удавали деньги, он уезжал в Тюмень, потом возвращался без денег пьяный. Вот такие, в общем, противоречивые истории. Но с 28 лет Распутин начал странствовать. Он оставил свою жену и детей и пошел путешествовать. Опять-таки, его односельчане, вот в документах свидетельства о нем говорили, что он просто сбегал от тех, кто его обвинял в воровстве. Вот он как бы уходил от проблем. Но сам Распутин утверждает, что это Господь призвал его странствовать. И он начал путешествовать по разным святым местам. И сам он пишет, что прежде всего он отправился в Верхотурский монастырь. Это вот на севере нашей Свердловской области. Туда пришел, чтобы поклониться мощам Симеона Верхотурского. И там, утверждает Распутин, он получил исцеление. Он получил исцеление от бессонницы и от недержания. Там он пережил исцеление и начал свои путешествия. И путешествовал, 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 пока однажды в 1903 году не оказался в столице нашего государства, в городе Санкт-Петербурге. Это, вы знаете, есть очень интересное стихотворение, написанное Гумилевым. Написано позже, в 1918 году. Стихотворение так называется «Мужик». И вот вам я несколько отрывок из этого стихотворения прочитаю. В чащах, в болотах огромных, у оловянной реки, в срубах мохнатых и темных, Странные есть мужики. Выйдет такой в бездорожье, где разбежалась ковыль, Слушает крики стребожьи, чуя старинную быль. Вот уже он и с котомкой. Путь, оглашая лесной песней, протяжной, негромкой, но озорной, озорной. Путь его – светы и мраки. Посвист разбойный в полях, ссоры, кровавые драки, В страшных, как сны, кабаках. В гордую нашу столицу входит он. Боже, спаси! Обворожает царицу необозримой Руси. Как не погнулись, о горе! Как не покинули мест. Крест на Казанском соборе и на Исаакии. Крест. И вот в этом стихотворении он показал, что когда Распутин вошел в нашу столицу, он сразу же начал оказывать на, прежде всего, людей из высшего общества большое влияние своими пророчествами и исцелениями. Пока однажды он не оказался в императорской семье. Я думаю, многие из вас знают, что в семье нашего последнего императора было большое горе. наследник, царевич Алексей, был болен гемофилией. Даже сегодня эта болезнь неизлечима. Ее как-то могут этим людям продлевать жизнь. Но полностью исцелить от гемофилии даже сегодня невозможно. Что говорить уже про то время? И вот Распутин стал утверждать, что он может остановить кровь, кровотечение. Он появился у императора с иконкой Симеона Верхотурского и начал оказывать влияние свое целительное. И осталось немало документов о том, что в действительности, когда у царевича текла кровь, то Распутин, он как-то водил руками, совершал молитвы, и кровь останавливалась. И есть задокументированное свидетельство о том, что однажды царевич плавал на лодке и очень сильно ушиб ногу. И был такой ушиб сильный, что он буквально впал к кому. Лекаря разводили руками, и его буквально причастили, пока не появился Распутин. Распутин появился, посмотрел, сказал, что царевич будет жить. Опять стал там молиться. И после, он говорит, что он был буквально мокрый, бессильный, но сказал, что царевич будет жить. И действительно кровь остановилась. Не только своим личным влиянием, когда царевич был за границей, за рубежом. Тоже был случай, когда у него началось такое, он ударился, началось такое сильное кровотечение. А Распутина не было рядом. Распутин послал свою телеграмму с пожеланием выздоровления Алексею. Когда царевич взял эту телеграмму, то кровь у него остановилась. Я думаю, вам понятно, что сам Распутин, он не только снимал снимков. Распутин, хотя вроде в начале века фотография была не так распространена, как сегодня. Но у него осталось немало снимков, где он в окружении таких великосветских особ разных. Ну и, конечно же, оказался в семье императора, где его называли наш друг, святой старец, и даже называли его нашим ангелом. Сам при этом Распутин называл императора, императрицу, папа, папа и мама. И постепенно он стал играть довольно большую роль в назначении разных людей на должности, на какие-то посты в государстве, через свое влияние, прежде всего, на императрицу. И среди знати у него появились не только последователи, но и враги. И так был составлен заговор, в котором участвовали представители императорской семьи. Его заманили в дом Феликса Юсупова, под прилогом познакомить с женой Юсупова. Дали отравленных пирожных, алкоголь. Все это было начинено цанистым калием. И, по идее, если сильно вдохнуть, это уже смерть. Но, что интересно, Распутин ел, и только как-то немножко пожаловался, какая-то изжога, говорит, у меня. Тогда уже Феликс Юсупов не выдержал, он вбежал в то помещение, где был Распутин, и выстрелил в него из револьвера. Распутин упал, и когда заговорщики думали, что делать с телом, они вдруг услышали стук двери. Выбежали на улицу, и увидали живехонького Распутина, который бежал к воротам, убегал, точнее. Достали револьвер, стали стрелять, и где-то около 15 ранений ранений Распутин получил. Врач зафиксировал смерть, его связали, засунули в мешок и бросили в прорубь Невы. Но когда тело всплыло, и его достали, то в легких обнаружили воду, что говорит о том, что даже под вожудой он какое-то время еще дышал. То есть, какое-то просто, знаете, нечеловеческое здоровье. И такая была молва, что люди в Петербурге прибегали к этой проруби и черпали воду, считая, что там святая вода. Потом его похоронили, но буквально через короткое время была февральская революция. После февральской революции что-то уже интересно, одна из первых вещей, это нашли могилу Распутина, раскопали и сожгли. В топке просто сожгли, а прах развеяли. И даже с этим связаны истории. Очевидцы говорят, что когда тело жгли, то лежащее тело вдруг приняло сидящее положение. Он даже после смерти наводил на окружающих ужас. Вот, знаете, когда думаешь вот об этой, наверное, одной из самых одиозных фигур нашей истории, то с удивлением обнаруживали, что тут у этого человека было две стороны. Одна сторона обладания сверхъестественной силой. то, что у Распутина была сверхъестественная сила, признавали не только его друзья, но и его враги. Он действительно мог оказывать целительное воздействие. и на царевича есть очень известный случай, как поезд, в котором ехала фрейлина, императора, императрица Анна Вырубова, попал в катастрофу. И у Вырубовой были такие травмы, несовместимые с жизнью. И Распутин, он пришел, там оказывал некое влияние, и потом сказал, она будет жить, но останется инвалидом. И так оно и произошло. Анна Вырубова выжила. Он совершал молитвы за просящих, и тоже было немало рассказов о чудесах. Помимо чудес, он был знаменит своими пророчествами. Известно около ста пророчеств, которые сказал Распутин. Наверное, самые известные, он как бы предсказал, что если его убьют, то царская семья недолго проживет. И так оно и произошло. Более того, он тоже это известные факты, он предостерегал Николая не вступать в Первую мировую войну с Германией, говоря, что если вступят, то России конец. То есть у него было много разных пророчеств. Он предсказал год своей смерти тоже. Говорит, не закончится год, как я уйду. Там доходит до того, знаете, где реальность, где фантазия. Некоторые утверждают, что он предсказал даже высадку американцев на Луне. Он предсказал ядерные взрывы Хиросимы Нагасаки. то есть доходит до того, что то, что у него были пророчества и более того, пророчества, которые исполнились. Об этом говорят документы. Но у этого человека вот это с одной стороны была эта сила, причем, вы знаете, я хочу сказать, что эту силу ощущали не только какие-то такие простые люди, какие-то необразованные, умнейшие люди того времени. Например, величайший государственный деятель, знаменитый Петр Столыпин, когда встречался с Распутиным, он потом описывал, что, говорит, я, говорит, собрал всю свою волю в кулак. О его внешности было много разных противоречивых рассказов, но все говорили о том, что у него были буквально магнетические глаза, он не зрачком, а как будто всем глазом смотрел, и его взгляд просто завораживал, как будто пронзал. То есть у этого человека была определенная духовная сила, но была еще и вторая сторона у Распутина, о которой тоже остались документы. Это его греховная жизнь. Такое чувство, что его жизнь соответствовала его фамилии. Он жил довольно распутно, и остались сообщения агентов, которые были к нему приставлены, где описывались многие его кутежи. В его доме на Гороховой улице, где он днем принимал посетителей, по ночам устраивали оргии, и соседи писали жалобы на Распутина. Он кутил в ресторанах, он сорил деньгами, он приглашал там певичек проституток всевозможных. Вообще он магически действовал на женщин, буквально окружен почитательницами, которых он называл мои дуры. Эти дуры готовы были путешествовать за ним в Сибирь из Петербурга. То есть влияние на женщин было какое-то сверхъестественное. В 1915 году на стол министра внутренних дел поступило донесение, в котором было такое сообщение о безобразном поведении Распутина в ресторане Яр. В донесении документы говорили, что Распутин прибыл в ресторан в компании, компания была на веселе, заняли отдельный кабинет, заказали в него женский хор, Распутин танцевал русскую и далее начал вести себя безобразно, там написано в донесении, дошел до половой психопатии, то есть он обнажался и в таком виде бегал и разговаривал с присутствующим. В общем, вот так веселился этот человек. Что интересно, после таких загулов он часто удинялся, даже уходил в монастырь и подолгу молился, потом приходил из этих уединенных молитв и снова кутил, снова, снова развлекался. Вот какие-то две стороны его жизни. Сверхъестественная сила и греховность. Если вы почитаете разные книги, посвященные жизни Распутина, то знаете, вот между описывающими его жизнь есть такая борьба. Одни делают акцент на первом, а другие на втором. Одни считают его буквально святым. И даже есть некоторые люди в православии, которые требуют Распутина канонизировать. Например, когда императрицы приносили доносы, что вот он то-то, то-то, то-то делает, императрица никак не реагировала, говорила, что Григорий святой, а на всех святых говорят на праслину, не верила ничему, чтобы о нем не говорили. И поэтому есть такие, которые говорят, что он святой, и отрицают все. И остались документы, остались рассказы, остались свидетельства. Есть другая группа, которая делает из Распутина просто настоящего демона, наподобие вот того образа в мультике Анастасия, который просто ужасен, и там, и тоже здесь немало мифов, чуть ли он не саму императрицу соблазнил, в общем, описывает его каким-то демоном, демоном из ада. Мне очень нравится, как в стихотворении Гумилева, вот эта строка, путь его, светы и мраки. Потому что если посмотреть на реальность, Распутин сочетал в себе две эти стороны. Вот словно у него было вот эти два лица, и он то поворачивался одним, то поворачивался другим. То он в действительности вел себя очень любезно и порой бескорыстно помогал просящим, приходящим к нему. Исцелял, говорил какие-то пророческие вещи, которые сбывались. Потом кутил, соблазнял. Возникает вопрос, а как сам-то Распутин, как он объяснял сочетание набожности и вот такой ужасающей греховности, как? Так вот, слушайте, он уверял женщин, которые вступали с ним в половую связь, что во время этого они как бы отдают ему грехи и становятся безгрешными. Вот послушайте, что он говорил. Не согрешишь, не покаешься. Не покаешься, Бог не простит. Не простит Бог, не будешь к нему ближе. Не увидит он душу твою. При этом, вы знаете, люди говорят, что действительно он искал некой духовности. Распутин нередко критиковал православие за такой формализм. Искал духовных переживаний. Он подолгу стоял на службах, на молитвах, расшибал лоб перед иконами. Во время молитвы, когда он часами находился, люди рассказывали, он просто как будто отрешался от всего. И возникает вопрос, как? Как такое могло сочетаться в одном человеке? Мы не берем крайности. Там некоторые вот так пытаются опорочить, это мифы. Но мы не берем и другую крайность, когда из него делают святого. Нет, и то, и другое было. А кому же он на самом деле получается служил-то? Что в его жизни было? Божий служитель или он был? Или какой-то антихрицезада? Мне некоторое время назад просто я читал Библию, мне будто Бог коснулся моего сердца и сказал «Говори в церкви о Распутине». Я говорю «Господи, это такой человек, ну я не... Ну это не тот человек, который бы мне интересен был, чтобы рассказывать об этом человеке». Ну, скажем так, я понимаю у всех людей недостатки и были недостатки у Мартина Лютера и были недостатки у Кальвина, но как-то об этих людях хочется говорить, несмотря на их большие порой ошибки, вот об этом как-то не хочется. Я думаю «Господи, я не хочу о нем говорить». И вы знаете, Бог словно коснулся, вот когда побуждал меня об этом проповедовать, и Он говорит «Послушай, это очень важно сегодня в современной церкви, потому что в Распутине сочетается некий притягательный образ служителя, который сегодня притягателен и для современной церкви, и для современных христиан. и мне было показано три вещи. Почему же этот образ сегодня без этого имени, без этой фамилии, но имеющий вот эти три качества, он притягателен. Какие эти качества? Во-первых, сверхъестественная сила. Пророчество, исцеление, прочие чудеса. Как я сказал, это было в Распутине и признавалось даже его врагами, даже недоброжелателями. Второе, влияние на власть. Он реально влиял на общество через дружбу и влияние на власть имеющих. То, о чем сегодня немало говорится в церквах. Но мы даже близко не имеем того влияния, которое было у этого старца. И третье, чем его образ притягателен. Успех и преуспевание. Ну, подумайте, какой-то мужик из Тюменской области, Тюмень, Тюмень, столица деревень, пришел и стал столичным богачом. Ему императрица ежегодно выделяла 10 тысяч рублей. В то время на 10 рублей можно было купить целую корову. 10 тысяч рублей, не считая денег, которые ему приносили просители. То есть это был преуспевающий, ну, прямо-таки скажем, процветающий человек. И вот послушайте, человек имеет сверхъестественную силу, исцеление, пророчество, реальное влияние на общество через воздействие на власть и преуспевание, процветание, финансовая свобода и независимость. Такие проповедники сегодня собирают стадионы. Образ такого проповедника. Послушайте, очень часто люди отождествляют две вещи. Им кажется, что эти две вещи неразрывно связаны всегда. Одна это духовная сила, а вторая это познание Бога. Очень многие люди, которые приходят в церкви, ищут прежде всего проявление какой-то духовной сверхъестественной силы. У них проблемы в жизни, проблемы с детьми, проблемы в семье, проблемы со здоровьем, проблемы с работой, проблемы с деньгами, проблемы с родственниками. Им нужна какая-то сила сверхъестественная, потому что естественно, они все уже попробовали, и у них ничего до сих пор не получилось. И вот они приходят, чтобы вот эта сила была явлена, какая-то ее можно назвать по-разному, энергетика, благодать, да как не назови, лишь бы мне избавиться от моих проблем. И поскольку эту силу они неразрывно связывают с познанием Бога, то они, ища силы, да, готовы и Бога познавать, потому что считается, чем больше я буду Бога познавать, тем больше сверхъестественной силы будет проявляться в жизни. Поэтому я готов Бога познавать. Но на самом деле акценты-то здесь другие, акценты на духовной силе, а познание Богу, ну это как бы такой вагон, который неразрывно следует здесь вместе. Поэтому хорошо и познание Бога. Но если мы с вами читаем Священное Писание, то мы видим в Библии примеры, когда люди обладали сверхъестественной силой, но при этом у них не было познания истинного Бога. Ну яркий пример египетские волхвы, помните? Которые совершали много чудес вслед за Моисеем, при этом это были языческие и оккультные люди. И с другой стороны в Библии есть примеры людей, которых Писание раскрывает как действительно знающих Бога. Но в их жизни было не так много сверхъестественного, а порой и вообще ни о каком сверхъестественном не описывается. Давайте откроем послание к евреям 11 главу. Вы знаете, я вот когда об этом задумался, я решил прочитать знаменитую главу о вере. Я стал читать о людях веры. Вы знаете, я когда эту главу буквально на днях перечитывал, я с удивлением обнаружил, что о многих людях веры здесь описывается совсем не в сфере чуда. То есть ничего сверхъестественного связанного с верой здесь не описано. По крайней мере явного сверхъестественного. Вот смотрите, открываем. Вера, да? Вера. Мы не будем брать определение веры. Давайте сразу посмотрим на примеры. Четвертый стих. Смотрите. Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще. Веры Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Что-то в этом есть сверхъестественного? Нет. Пятый стих. Верую Енах переселен был так, что не видел смерти и не стало его, потому что Бог переселил его, ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. Там вообще написано очень коротко. Ходил Енах с Богом и не стало его. Енах ходил с Богом, он знал Бога, он общался с Богом. Ничего, ни о каких сверхъестественных вещах в его жизни не рассказывается. У него было одно чудо. он так переселился, что тело никто не нашел. То есть здесь тоже что-то чудесное связанное с конкретными делами жизненными тоже нету. Смотрите дальше. Верой Ной получил откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Вот тут чудесно это было пророчество, что будет потоп, он строил ковчег, пророчество исполнилось. Тут мы видим, да, тут вот сверхъестественное, то есть мы берем исцеление, чудеса, пророчество. Было. Восьмой стих. Верой Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие и пошел, не зная куда. Идет. Здесь есть что-нибудь чудесное? Бог говорит, иди туда, служи Богу там, общение с Богом есть. Ну, я скажу, Бог мне вот показал сделать проповедь о распутине. Слава Богу, пастор, а что тут чудесного? Ну, то есть это вот не то, что, знаешь, Бог мне показал. Если Бог показал, я так поднимаю руку, и тут прямо свет. Нет такого. Вот, пошел. Верую обитал он на земле, обитаван на девятый стих, как на чужой. Жил в шатрах с Сааком и Аком. Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и старитель, Бог. Что-нибудь здесь есть чудесное? Нет. Вера и сама Сара, будучи неплодно, получила силу к принятии семени. О чудесном рождении сына. Здесь есть чудесное? Здесь есть чудесное. Смотрите, вот это все время перемешается. Есть проявление сверхъестественного? Нет проявления сверхъестественного. То есть, вера, она, к чему я говорю, она не только связана с чудесами. Дальше, смотрите, 17 стих. Вера и Авраам, будучи искушая, он принес жертву Исаака. Что-нибудь чудесное есть? Он общался с Богом. Если бы, например, он был в костре, Исаак, и не горел, ну, удача, сверхъестественное чудо. А тут просто, вот смотри, тут козел какой-то там запутался, баран рогами. Взял барана, заменил. Все. Ничего сверхъестественного проявления. Никакого нет. Хотя общение с Богом было. Общение с Богом было. Верою в будущее Исаак благословил Иакова и Исаава. Есть какое-то чудо, проявляя явно видимое? Нет. Вера и Иаков, умирая, благословил каждого сына Иосифа и поклонился на веру, жил за словами. Есть какое-нибудь чудо? Нет. Вера Иосиф при кончине напоминал об исходе сынов Израилевых и завещал о костях своих. Вот здесь пророчество, исполнившееся чудо. Есть. Вера и Моисей по рождению три месяца скрываем был родителями своими. Нужна была вера, чтобы не послушаться приказа фараона. Но что-то здесь есть чудесное? Нет. Чудо никакого нету. Вера и Моисей пришел, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. Здесь есть какое-нибудь чудо? Нет никакого чуда. Вера оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, видя невидимого, был тверд. А вот тут чудеса, потому что мы знаем, выход Израиля из Египта сопровождался многими чудесами. Правда же? Веры перешли они на Черное Мноу море. Опять чудо. Веры пали стены и рихонские. Чудо. Вера и Равблудница с миром приняла сагледантаев и, проводив их другим путем, не погибла с неверными. Опять чудо, потому что все стены рухнули, она осталась жива. То есть, посмотрите, когда говорится о людях, веры, иногда это касается каких-то сверхъестественных проявлений, чудес, пророчеств, которые исполнились, а иногда это просто послушание Богу без всякого сверхъестественного проявления. Ходил с Богом, не стало его. Более того, если мы с вами посмотрим Ветхий Завет, то многие люди Божьи, о которых Библия говорит, что у них было реальное общение с Богом, в их жизнях было не так много сверхъестественных проявлений. Я скажу вам больше. Посмотрим на Авраама. Я вижу в его жизни чудо рождения сына, когда уже они не могли рождать сына. Других особых, сверхъестественных чудес в жизни Авраама я не вижу. Давид! Особых чудес в его жизни. Бог общался с ним, Бог вел его. Это был великий государственный деятель по сердцу Бога. Ну там какие-то великие чудеса были, особенные. То есть мы видим, смотрите, были люди, Моисей, Иисус Навин, период чудес, Илья и Елисей, период чудес, ну и еще некоторые. Но у многих особо чудес-то и не было, хотя Писание говорит о них, как о людях, знающих Бога. Ты скажешь, пастор, это все Ветхий Завет. Я согласен, но если мы с вами откроем Новый Завет, Иисус, смотрите, говорит, не просто говорит, предупреждает, не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили. 22 стих, видите? И тогда объявлю им, я, слушайте, никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие. Вот вы знаете, вот сколько этот стих знаменитый не перечитываешь, ну как так, подожди, подожди, подожди. У людей явная сверхъестественная сила. Ни колдунов, ни астрологов, ни каких-то шарлатанов. Сила во имя Божье, во имя Иисуса Христа. Бесов изгоняют, в чье имя? Иисуса Христа. Пророчествуют, в чье имя? Иисуса Христа. Чудеса творят, в чье имя? Иисуса Христа. И этим людям Иисус скажет, отойдите от меня, я никогда не знал вас. Иисус показывает, проявление сверхъестественной силы и познание Бога, это далеко не одно и то же. Нам, конечно, нужна помощь от Бога. Мы молимся, чтобы Бог касался, исцелял, и благословлял. Мы верим в великого, сверхъестественного Господа с вами. Но это далеко не значит, что любые сверхъестественные проявления доказывают, что здесь Бог и его познание. Так говорил Иисус. Иисус. Он эти вещи разделял, хотя сам изгонял бесов, сам исцелял, сам пророчествовал. Он говорил, не думайте, что это является доказательством познания Бога. Возникает вопрос, Господи, ну а что же тогда? Что же является доказательством познания Бога? И несколько стихов выше Иисус поясняет. Смотрите, 15 стих этой же главы, 7 глава. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирает ли стерновника виноград или срепейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плод добрый, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, не дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. И так по плодам их узнаете их. Иисус четко показал, что у познания Бога есть только один показатель. И это не дары, и это не силы, и это не чудеса, и даже не исполнившиеся пророчества. Это плоды. Это плоды нашей жизни. Вот они и показывают. В чем же, знаете, вот обаяние этого человека? Да он отвечает на наши нужды. И нам кажется, что решение наших нужд с помощью естественной силы автоматически приближает нас к Богу. А это неправда! В большинстве мест, которые в современном христианском мире разрекламированы, как место проявления особой силы Божьей, я вам скажу, я, бывая там, видел часто ажиотаж. Я не так много видел там познания Бога. Иногда вообще не видел, потому что вроде бы чудеса, какие-то исцеления. При этом, знаете, такая атмосфера. Там ничуть не меньше ни хамства, ни грубости, ни наглости. Все то же самое. Думаешь, хорошо, сила есть. А где плоды? Помните, когда мы особенно в 90-х годах проводили много там служений, где прежде всего рекламировали как молитва за исцеление. Помните, да, там прочие там молитвы, освобождение от проклятия и прочее, прочее. И прибегала толпа людей. Им же Бога надо было, правильно? Помните? Эти толпы людей, которые сносили двери, которые там ругались за места, которые там расталкивали всех людей. Я смотрел, думаю, Господи, мне хотелось сделать что угодно, только не молиться за них. Потому что я подумал, хорошо, ну, прибежал он, такой дикий, необузданный. Я помолился за него. Ну, да, предположим, он исцелился и убежал, такой же дикий и такой же необузданный. А разве не так? Пережил силу Божью, получил ответ, внутри совершенно не поменялся. И ты хочешь мне сказать, что ты познал Бога? Ты хочешь мне сказать, что ты соприкоснулся с Ним? Нет. Иисус говорит о познании Бога. Вы должны судить по тем плодам, которые происходят в жизни человека. Слышите? Не по силам, не по чудесам, по плодам. И Иисус, Он настолько много говорил об этом со Своими учениками. Естественно, Евангелие не описывает всех Его разговоров. Мы можем видеть даже вот, смотрите, а что мы познали Его, узнаем из чего? Из чудес? Из того, что у нас нет проблем? Из-за того, что мы успешные? У нас новая работа? Мы богаты? У нас нет никаких долгов? Мы все классно? Из-за того, что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем заповеди Его. Кто говорит, я познал Его, но заповеди Его не соблюдает тот лжец, и нет в нем истины. А кто соблюдает Слово Его, в том истина любовь Божья совершилась, из всего узнаем, что мы в нем. Кто соблюдает Слово Его, что человек знает Бога, мы узнаем из того, что он исполняет Божье Слово. Он исполняет заповеди Божьи. Вот из чего мы узнаем. Это меняется. Нам, конечно, нужна сила Божья, и мы молимся за это. Но послушайте, здесь нельзя сменить, сместить акцент. Здесь нельзя путать эти вещи. Ну переживешь ты что-то такое особенное. Ну ты думаешь, что... Я смотрю, вот эти люди, которые переживают часто, вот эти пророки. Какая любовь Божья совершилась? Та же самая плоть, та же самая гордость, те же самые амбиции, те же самые давлопоклонства, те же самые какие-то проявления агрессии, недовольств. И поэтому мы с удивлением обнаружим, ой, ой, про какого-то проповедника, вот что там совершилось. А он у того обнаружили, что у него такие-то грехи в жизни. А этот, оказывается, изменял. А этот, оказывается, деньги из церкви воровал. Как же так, как же так, как же так? Мы видели дары, а это мы видим плоды. Вот это показатель того, насколько они Бога знали. Вот и все. Подождите, пастор, ну там же такие свидетельства, такие исцеления, там же вот такие... Ну и, и, и что? Мало кто из них может сравниться с этим дяденькой. У него вообще крутые были пророчества. Документально засвидетельствованы, что они исполнились. И силы были, и исцеление было. И поэтому была греховная жизнь. Бросил семью, бросил детей, блудил, напивался, бурянил, скверно словил. Вот это плоды его жизни. По плодам узнаете их. Я не склонен демонтизировать этого человека. Но его жизнь показывает о том, что познания не было. Да что-то такое было. Я не знаю, что... Но мы говорим сегодня о познании Бога. А Иисус показывает нам, что небеса будут открыты не для тех людей, которые переживали какие-то сверхъестественные вещи в своей жизни. А для тех, кто знает его. Отойдите от меня. Подожди. Ты разве не помнишь силы пророчества? Отойдите. Я никогда не знал вас. И это слова не о каких-то людях там. Это слова о людях здесь. О людях, говорящих, «Господи, Господи, Господи». Вот вы знаете, когда вот смотришь на это, ты понимаешь, Божий, избави нас. С одной стороны, конечно, нам нужна Божья сила. И мы переживаем в церкви исцеление. Есть удивительные свидетельства, когда люди рассказывают о том, что делает Господь в жизни. И я вам признаюсь честно, я очень сильно рад этому. Но когда у нас началось вот это ночное собрание, некоторые говорят, «Виктор, почему так вот этот раз сильно Бог пришел?» Вы знаете, я не знаю всего почему. Но вы помните, в самом начале я сказал, я рассказал о некоторых свидетельствах о чудесных Божьих вмешательствах в жизнь. Потом он сказал, «Ну, мы пришли сюда не для этого, не чтобы что-то пережить. Там исцеление, мы пришли сюда с Богом соприкоснуться». Помните? И Бог пришел. И Он раскрылся мне. И ты знаешь, вот я сразу стал думать, «Господи, хочу еще, 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 еще». Хотя видим, это вроде ничего не меняется и ничего не происходит. Но видимое временное, а есть невидимое между тобой и им. Есть ли у тебя такие вещи реальные, не какие-то религиозные амбиции? А реальное познание Его, которое просто меняет тебя, просто меняет твою жизнь. Вы знаете, я рассказывал вам, что меня в церковь привело не нужда в каких-то сверхъестественных проявлениях, потому что, слава Господу, у меня было все нормально в жизни. Меня привело в церковь в свое время, в 1989 году вопрос о смерти. Что будет, когда все будет, а меня не будет. И меня это очень и очень и очень и очень пугало. Как это так? Если все так закончится, какой смысл? Когда я пришел в церковь, я прочитал в Евангелии от Иоанна слова Христа, «Я есть Вим воскресение и жизнь, верующий в меня, если и умрет, оживет». Для меня это был ответ. Вот что мне нужно было. Потому что больной или здоровый, богатый или бедный, но ты все равно однажды умрешь. И меня всегда волновало, какой смысл быть богатым или бедным, какой смысл быть здоровым или больным, если я однажды умру. Но Иисус говорит, «Не переживай, верующий в меня, если и умрет, оживет». И у меня ушел страх смерти. Но потом, когда проходило некоторое время, я вдруг почувствовал, что какой-то, знаете, тень страха от смерти как будто снова наползает. И стали приходить мысли, «Как ты, Виктор, уверен, что то, что там написано в Евангелии Таана, ну это же слова, ты уверен, что это правда, а вдруг нет?» И мне стало снова страшно. К вам когда-нибудь приходили сомнения в истинности Библии? Ко мне приходили, я признаюсь вам честно. Я такой думаю, «Ну молодец он написал!» Ну как я могу доверять так всю свою жизнь словам какого-то рыбака? И когда в твоей жизни начинают приходить вещи, когда Бог наполняет тебя, то ты, знаешь, как будто получаешь свидетельство истинности Библии, когда Бог касается твоего сердца, этот страх вообще уходит, не только потому, что так написано Иоанна, а потому, что ты переживаешь его здесь и сейчас. И когда Божье присутствие наполнило, я опять скажу, я ничего не пережил видимого, сверхъестественного, но что-то произошло, страх смерти ушел, и наполнение такое пришло, и хочется, думаешь, Господи, славить и славить и славить и славить и славить тебя. Просто славить, просто поклоняться. Я понимаю, есть много нужд, но иногда, знаете, хочется не просить, не ходатайствовать, не за что-то заступаться, а просто поклоняться Ему. Просто стать каким-то потоком, превозносящим Его великое имя. И тебе, вот, поверьте, даже все равно, в каком личном состоянии твое тело или финансы, или еще что-то. Я думаю, вот об этом, помните, апостол Павел, он видел такую проблему, когда для верующих их христианство слишком стало земным, и он им написал, если мы только в этой жизни надеемся на Христа, чтобы вот нам, вот Бог помог в этом, в этом, в этом, решил проблемы, восполнил нужды, то мы несчастнее всех человеков. И, вы знаете, вот как-то мне сейчас настолько близки, я раньше умом понимал вот эти рассказы Павла, но сейчас мне настолько близки, я снова и снова перечитываю эти места в Библии, вот, например, филиппийцам первая глава, ибо для меня жизнь Христос, а смерть при обречении вообще никакого страха. Почему? Потому что там сила, чудеса, да нет, потому что Божье познание. Вы знаете, можно переживать силу Божью, можно видеть чудеса в своей жизни, и финансовые, и физические, и при этом бояться умереть. Я не так давно с одним пастором встретился, мы сидели просто пили кофе, он некоторое время назад был при смерти, ему делали операцию, и он мне говорит, Виктор, ты знаешь, когда я вдруг лежал на операционном столе, и вот перед самой операцией у меня такой страх пришел, я говорю, какой страх? Смерти. Я ему говорю, послушай, ну ты, наверное, просто думал, как тут без тебя могут остаться дети, жена, он говорит, ну не только это, я умереть боялся. Вы знаете, я увидел в своей жизни, что опознание Бога говорит твое отношение к смерти, твое отношение к смерти. Чем ближе Бог, тем смерть не только не пугает, она даже желанна. И апостол Павел говорит, если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. Не знаю, что избрать, не потому, что мне нравится и то и другое, а потому что, ну понимаешь, вы тут есть несчастные. И как вы тут без меня? Ну как? И Павел говорит, влечет меня и то и другое. Почему и то и другое? Потому что имею желание разрешиться, то есть вот все оставить и быть со Христом, уйти туда. потому что это, это не просто тоже классно, а это несравненно лучше. Вот понимаете, мы это можем осознавать умом, но ты почувствуй, насколько этот человек был близок с Богом, что он говорил, Господи, ну кто избавит меня от этого тела смерти? Ну убейте меня кто-нибудь, я же не могу я тут вот. А оставаться массово плоти нужнее для вас. И я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере. И он говорит, ладно, остаюсь, куда вы без меня. Я хочу, чтобы у вас было успеха, радость в вере, чтобы у вас все хорошо было, чтобы вы тут не остались только с одними целителями, чудотворцами и распутинами. Я должен научить вас Бога познавать, Бога любить, не бояться смерти. Я должен. Хотя на самом деле несравненно лучше уйти. Несравненно лучше. И ты знаешь, вот эти стихи буквально дышат по знаниям Бога. Нам порой намного интереснее читать что-нибудь такое на дарах Духа Святого, чем это. Хотя все эти дары, они однажды все упразднятся, и знания не будут, ничего не будет. А это пребудет во веки. Иисус. Потому что Иисус – это жизнь. Иисус – это жизнь. И, милые мои, сколько существует наша церковь. Мы будем молиться за исцеление. Мы будем веровать в чудеса во всех сферах нашей жизни. Всегда обращаемся. Пишите. Мы будем молиться. Мы будем ходатайствовать. Но при этом никогда не забывай, помни, что это не самое главное. Это вообще не самое главное. А для многих это самое главное. Они надеются на Христа в этой жизни. Ты знаешь, можно надеяться на Христа в этой жизни и бояться смерти. Но зная Бога, не боишься ее. Вот что должно быть в центре твоей жизни. Познание его, переживание его. Слава Богу за чудо. Но если нет чуда, то тоже слава Богу. Главное, он есть. Он – моя жизнь. Слава Богу, есть исцеление. Но нет исцеления. Главное, что он есть. Да, мы веруем в чудеса, мы молимся за чудеса. Но если мы не всегда видим чудеса, которых ожидаем, «Слава Богу!» И когда я смотрю на огромное количество современных христиан, которые бегают в поисках каких-то чудотворцев, ценителей, лишь бы что-то сделало. Знаешь, стихотворение Гумилева заканчивается такими словами. «В диких краях и убогих много таких мужиков. Слышен по вашим дорогам радостных гулых шагов. Идут эти мужики. Не будь обманут этими мужиками. Слышь его шаги. К нему устремляйся. Все последние годы моего служения я побуждаю вас не искать на земле посредников самых чудесных двери в небеса, порталы, которые бы увели вас на третье небо. Я побуждаю вас искать его лично. Все последние годы своего служения я убеждаю вас не просто там слушать красивые, вдохновляющие слова, но сверять по Писанию. Точно ли это так? Будь не глупее, чем жители верии, которые так относились к проповеди самого апостола Павла. Слушай и размышляй. Смотри. Не будь тем, кто бегает за этими мужиками. Будь тот, кто ищет его. Он воскресенье и жизнь. У него есть все. И он недалеко от каждого из вас. Он очень близкий. Вообще никуда не нужно ехать. Там, где ты находишься, ты знаешь, ты можешь быть в каком-то темном углу и так наполниться Богом, что тебе кроме этого ничего вообще больше не надо, потому что ты и Бог здесь. И тебе ничего не надо. Ты готов просто плакать или стоять на коленях, потому что он здесь есть. И ни дворцов, ни денег, ничего не хочется. Он есть здесь. Одного не достает. тело мешает. Ну и этот вопрос Иисус однажды решит. И ты оставишь это тело здесь, просто бросишь его, которое мешает тебе вот увидеть лицом к лицу, соединиться. У тебя есть только одна проблема. Это твое тело. Я не к тому, что сейчас надо самоубийство устраивать. Нет, нет, нет. Но тело это проблема. Бедный ты человек. Кто тебя избавит? Только Бог однажды. Думаешь, скорее бы. Ну, Павел тоже говорил, скорее бы. Но поскольку Бог тебя не избавляет от этого тела, что-то ты еще должен сделать для окружающих людей. Понимаете? Вот наша миссия. Мы должны что-то сделать. Скажешь, пастор, что? Да как можно больше людей привести к этому познанию. Как можно больше людей призвать посмотреть на Него, ибо Он воскресение и жизнь. в Нем есть вечность, в Нем есть поток жизни, удивительная река, в которой ты можешь просто раствориться. Река Его благодати, река Его силы, река Его любви, река, которую ты можешь ощущать внутри себя уже здесь сейчас. внутри. Ибо не придет Царство Божье приметным образом. Царство Божье внутри вас есть. Знаете, я так молю, пусть Бог даст нам мудрости. О присутствии Бога, о познании Бога говорят не сверхъестественные проявления, никак. Об этом говорят очень простые вещи. Как мы относимся друг к другу, как мы ведем себя на домашних группах, как мы общаемся, как мы заинтересованы друг в друге. Насколько мы дороги друг для друга, насколько мы верны. Вот. Вот, что говорит об познании Бога. Насколько ты знаешь Бога, посмотри на свою жизнь. Насколько наша церковь близка с Богом. Это вообще говорят не те конференции, не чудеса, не свидетельства, которые мы здесь слышим. Слава Богу за все это. Поймите, я всему этому рад, мы будем в этом идти, мы будем в это верить, мы будем за это молиться. Но это не говорит о познании Бога. Я столько видел вещей, когда всякие социальные проявления и плоть тут же, и грубость тут же, и резкость тут же, и отталкивание, и амбиции, и грубость опять. Вот, что говорит о познании Бога, понимаете, вот, вот. У нас всегда есть мысль, ну конечно, Иисус, мне это так не скажет, отойди от меня, ну конечно, Иисус, мне это так не скажет, а почему ты так уверен? Будут люди, которые будут говорить, Господи, 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 не важно, на каких ты был в конференциях, не важно там, сколько бесов ты изгонял, или из тебя изгоняли, от каких ты там проклятий освобождался, или не освобождался, или освобождался много раз, или немного раз, не важно вообще, какие плоды твоей жизни. Вот посмотри, какие плоды твоей жизни, как ты относишься к жене, как у тебя отношения в твоей семье, в твоем доме, с близкими людьми. Насколько ты равнодушен или неравнодушен к окружающим тебя людям. Насколько ты заинтересован в других. Насколько ты много думаешь о других. Насколько ты любишь других не словами, делами. Вот, вот оно познание. Насколько ты исполняешь заповеди Божьи. Вот. Неэкзальтированное разбивание лба опл. Невнушительные речи. А жизнь, жизнь. Любовь к жене, к своим детям. Вот, вот что показатель. Поэтому мы видим просто грешника. Грешника, который по непонятным порой для нас причинам был одарован сверхъестественными способностями. Оставаясь в грехе всю свою жизнь. Всю свою жизнь. И это печально. Ни дарами, ни силами, ни чудесами, ни сбывшимися порочествами. Но по знаниям Бога мы входим в небо после смерти. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Симон» Субтитры создавал DimaTorzok